Пока мы с вами кутаемся в пледы, в Тюмени снова крепкие морозы и смотрим ящик про дела ковидные, в мире финансов настоящая революция, устроил которую небезызвестный возмутитель спокойствия Илон Маск. Его решение о покупке биткоинов на полтора миллиарда долларов спровоцировал очередной рост этой криптовалюты. Сегодня один биткоин стоит 3 миллиона 312 тысяч 570 рублей. Исторический рекорд. Более того, Маск объявил о перспективе покупки автомобилей Тесла за виртуальную валюту. В связи с чем эксперты прогнозируют и дальнейший рост биткоина. Не пора ли вложиться? Накопить на биткоин? Реально ли? Инвестировать или сберегать? В кубышке, под подушкой или на банковском счете? Если копить, то где и главное как? Вот об этом сегодня. Это вечерний хэштег в студии Анна Скорнякова, Артур Михайлов и мы начинаем. Эфир крепчал. Криптовалюта подорожала до исторического максимума. Куда бежать за биткоином? Чеканить виртуальную монету. Выгодно ли сейчас заниматься таким бизнесом? И есть ли в Тюменской области цифровые миллионеры? Дух и цифра закона. Как в Госдуме решили вопрос с обращением криптовалют. Миллионер Шрёдингера. История одного несостоявшегося богатства. Почему важно иметь не только биткоины, но и хорошую память? А ведь когда-то биткоин стоил меньше доллара. Это было 11 лет назад, когда криптовалюту достали из Даркнета и разместили в правовом поле. 10 долларов в 2011. Бурный рост в 2013. 600 долларов. Резкий скачок в 2017. Криптовалюта тогда стоила 19 тысяч долларов. Потом резкое падение в 2018 до 4 тысяч и новый бум. В 2020. 28 тысяч за монету. Вот мы это видим. И вот сейчас очередной рекорд. Более 47 тысяч американских долларов. Как поведет себя дальше, можно только догадываться. Но один из создателей криптовалюты, американский программист Хэл Финни в свое время предсказал курс биткоина. Один биткоин к 10 миллионам долларов. Но прежде чем приступим к обсуждению, предлагаю вспомнить, как, где и при каких обстоятельствах появился виртуальный денежный знак, который сегодня пользуется такой популярностью. Предположим, вы что-нибудь заказываете в интернет-магазине и переводите деньги за какой-то товар. Вот эта транзакция, которую вы осуществляете, она переходит не напрямую к продавцу этого товара, а через посредника в виде банка. Банк, в свою очередь, берет комиссию, занимается мониторингом, может, в принципе, заблокировать вашу карту, если вы какую-то крупную транзакцию совершили или попали под какие-то критерии безопасности банка. Не кажется ли это вам слегка возмутительным? Вот так же возмутительным это и показали Сатоши Накамото в 2008 году, который и создал биткоин. Система биткоина построена таким образом, что все транзакции осуществляются напрямую, без посредников. Кошельки и данные владельцев криптовалюты анонимны, а бесперебойная работа этой сети поддерживается непосредственно ее участниками. Можно сравнить с торрентом. Когда вы скачиваете какой-то фильм, вы ведь не скачиваете напрямую с сайта, если, конечно, вы в этом разбирались, а вы скачиваете с компьютеров других пользователей, которые раздают этот фильм. Очень грубо говоря, система биткоина построена таким же образом, где каждый пользователь этой криптовалюты отдает какую-то часть своей вычислительной мощности для поддержания всей этой сети. Это и есть майнинг, подтверждение проведения транзакций в сети. И именно в этот момент создаются новые монеты. Но этот процесс не бесконечен. Криптовалюта ограниченная. Количество всего составляет 21 миллион штук. И каждый день добывается 900 биткоинов. На данный момент, насколько я знаю, 18,5 миллионов биткоинов добыто. Если всего несколько лет назад многие даже и не слышали о биткоинах, то сегодня криптомания буквально захватила весь мир. При этом отношение к цифровой валюте неоднозначное. В России она легализована. Мы можем ее покупать, выпускать, продавать, совершать с ней другие сделки. Но запрещено расплачиваться ею за товары и услуги. Как вариант – обмен. Только на этом сайте более 400 обменников. Несколько кликов и цифровой код преобразовываются в привычную валюту, которая падает на обычную банковскую карту. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда приобрели первый? Я думаю, не совсем будет корректно говорить конкретное число. Но первый мы приобретали с партнерами еще в 2017 году. Естественно, ни о каких 20 центах, долларах не идет речи. Потому что, когда я пришел в мир инвестирования, нет такого было. То есть ты берешь ситуацию и действуешь уже с текущей точки. Была цена 900 долларов, брали по ней. Была выше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но появились более легальные, более понятные инвестиции. Есть биткоин-фонды, есть фонды около биткоина. То есть все это торгуется на мировых биржевых рынках. И это гораздо понятнее, гораздо прозрачнее. Сейчас я переключил все инвестиции в эту сферу. Ясно. Светлана, да, интересно. Вы поддерживаете коллегу? Инвестиции в биткоин – это надежно? Ну, давайте так. Во-первых, инвестиции в биткоин – это одно из высокорисковых инструментов. Это раз. И здесь, конечно, мы говорим о том, что это для обычного инвестора, то есть для такого стандартного клиента, это 2-3% от всех инвестиций. То есть здесь нужно понимать риски. То есть коллега просто оценивает свои риски и понимает. А так, скажем, на всю аудиторию такого не могу сказать. То есть да, это один из инструментов. Ренат, ваше отношение к биткоину с течением времени как-то изменилось? Сейчас готовы себе приобрести? Я считаю, что биткоин – это не то, что я считаю. Биткоин – это просто алгоритм. То есть за ним ничего нет, по сути. То есть если вы покупаете акции, вы покупаете часть бизнеса. И если бизнес успешен, акции растут. Если бизнес получает меньше прибыли, акции падают. То за биткоином нет ничего, только вера людей. А вера, она переменчива. Мыльный пузырь? Можно так сказать. Вот сейчас люди верят, что он стоит 50 тысяч долларов. Раньше они стоили, что он-то 1 доллар стоит. А что будет через 3 года – непонятно. Поэтому можно ли это назвать инвестиционным инструментом? Ну да, можно, потому что он стоит деньги. Он растет, он падает. И на этом можно зарабатывать. И есть люди, которые заработали, и есть люди, которые потеряли. Поэтому как основной инвестиционный инструмент? Ну, наверное, нет. Вот поиграться, что-то заработать, что-то потерять – ну вот да, можно. Но не сожалеете, что в свое время за копейки его не купили? Сейчас были бы миллионеры. Долларовым, например. Да нет, не жалею. Это же никто не знал, что будет. Поэтому разве можно о таких вещах жалеть? Вот, например, биткоин вырос с начала 2020 года на 400%. Та же самая Тесла, например, выросла на 500%. Ну, еще больше рост. А теперь они интересуются. Тесла нет. Что самое интересное. Да, да. Ну да, про Теслу никто не говорит. Вот не купил же я ее несколько лет назад. Еще не поздно. Да. Сейчас по скайпу из Москвы к нам присоединится исполнительный директор Российской ассоциации криптоэкономики Александр Бражников. Александр Евгеньевич, здравствуйте. Как считаете, что побудило Илона Маска приобрести биткоины на полтора биллиарда долларов? И как это решение отразится на биткоине и мира криптовалют в целом? Человек просто бизнесмен. Придел свое решение. Каким-нибудь советники, педагоги. И он сам не глупый человек. И понял, что это более выгодное вложение на текущий момент. И тоже он там много чего заявил. На самом деле он понимает, что время, когда государственный денег заканчивается, наступает время частных денег. И он в это дело идет. И он заявляет, что тут все будет продавать. В цифровых активах. Сами понимаете, это будет выгоднее. И он будет покупать больше. Он не будет зависеть ни от рубля, ни доллара, евро или чего угодно. Он будет продавать в той валюте, которая ему интересна. Насколько рискованы вложения в биткоины? И каковы риски, что в один прекрасный, для кого-то черный день он обрушится? Такое ведь уже было в 2018-м. Великое падение криптовалют. Кажется, так это тогда прозвали. Я всегда говорю, что крипту вкладывать, это ни один месяц, ни на два. Это вкладывать надо минимум на год, два, три. Чтобы потом не плакать, чтобы я потерял свои деньги. Это должно вложение быть надолго. Потому что, да, такие возможности могут что-то упасть. Но вы видите, что он упал до трех тысяч долларов. Но потом поднялся и пошел дальше. И все равно, мы считаем, он не будет, не упадет, конечно, он все равно поднимется. Но здесь я всем рекомендую лучше майнить, а не покупать крипту. Потому что на майне, мы понимаем, что купили оборудование, заплатили за электричество, заплатили за обслуживание, за ремонт, все прочее. Вы понимаете, сколько стоимость у вас этого в одном биткоина. Это не будет стоить 47 тысяч долларов в биткоин, как сейчас. Это будут совсем другие деньги. Если у вас данные свежие, как много россиян имеют криптовалюты и биткоины в частности. А также, как и для чего чаще всего их используют? На самом деле, как мы уже говорили, есть много мнений про это дело. Но мы ориентируемся на то, что где-то в России около 8 миллионов граждан сейчас погружены в эту тему. Не просто, что это майнет или что-то делать. Просто у кого есть там какой-то кошелек, есть своя валюта, которую купил тот, купил там 0,01 биткоин, тот там купил один эфир и все еще. У молодежи, у всей, мне кажется, которой уже больше 18 лет, уже они прогрессивные. Ребята, это считать, та же молодежь, которая в России есть, это уже такое количество. Плюс бизнес, плюс предприниматели, плюс все активное общество. Все хотят попытаться, что это такое, понять, потрогать. И потому, ну, мы идем где-то вовсе. Если наша законодательство изменится, то я думаю, что процентов 50 населения страны, это где-то 60-70 миллионов граждан, будут потом активно в этом участвовать. С 1 января в России вступили в силу закона о цифровых активах. Новые правила вроде бы как легализуют криптовалюту, но запрещают ее использование в нашей стране для оплаты товаров и услуг. Правильно ли мы понимаем, что выпуск биткоинов разрешен, но получать за это вознаграждение запрещено? Нет ли здесь противоречия? Ну, вот следа в этом и есть, что мы как раз и бьемся к государству. Предлагаем как раз конгресс, планируем проводить в мае именно по этой тематике, именно, что новая эра цифровизации, что давайте не будем запрещать, давайте действительно систему сделаем, просто будут специальные банки, в которой специальный счет, на который могут поступать цифровые финансовые активы и превращаться в реальный цифровой рубль, как сейчас Центробанк предлагает создать. И чтобы людям пользоваться, просто сделать какую-то от 3 до 4 процентов выводной как налог, что ты из цифры превращаешь в реальные деньги и спокойно платишь, не думаешь ни о чем. А то на текущий момент сейчас, люди, все, кто нужна маню, кто-то приобрет крипту, он ее вывезти в Россию не может, это нельзя. А иметь он может, а вывезти не может. И получается, ему надо использовать юрисдикцию, то есть пара какой-нибудь страны, там, Эстония, Швейцария, Америка, выводить там средства, платить там проценты, платить какие-то налоги. Ну, получается, то, что сделано в России, как говорится, например, маню, одноманю, он это не может ввести спокойно в Россию. А он должен какие-то варианты, как этот финансовый свой актив превратить в реальный рубль. Это получается нонсенс. На самом деле это надо разрешать, регулировать. И у нас и поступление больше в России будет, и инвесторы иностранные пойдут к нам с этим цифровым активом. И никто не будет нас регулировать, или Соединенные Штаты Америки, или еще кто-нибудь, никто не будет требовать, как делать и кому инвестировать в Россию. Ну, получается, что очень тяжело, сложно вывести биткоин, обналичить его. Ну, а тогда, насколько реально приобрести биткоин обычному человеку, не сведущему в финансах? Вот как вы считаете? Очень интересно ваше мнение на этот счет. Ну, на самом деле, приобрести проблем-то нет. Полно товарищей, которые по этой тематике в интернете и везде услуги оказывают, предлагают. Но проблема другая, что в этом море предложений, больше море предложений, процентов, наверное, 70-80, это ребята, как говорится, мошенники, которые на полне такого популяризма, который сейчас пошел, пытаются доработать деньги. Я знаю, море случаев, и нам сейчас пишут люди, которых там на 500 тысяч, на миллион так обманули, в связи с тем, что доблестно они решили на этом заработать. Спасибо. На связи со студией был исполнительный директор Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна Александр Бражников. Но вот в том-то и дело, что судьба криптовалюты на самом деле во многом зависит от законов в принятых той или иной стране. Вот я сейчас расскажу, где биткоину хорошо. Несколько лет назад центральные банки и профильные ведомства большинства стран старались не замечать рынок криптовалют. Теперь цифровые деньги находятся под их пристальным вниманием. Вот коммерсант изучил статус криптовалют в 65 странах. У нас получилась такая вот карта. То есть есть страны зеленые, где криптовалюты имеют официальный статус, желтые – это государство, где настороженно относятся, и красные – ну вообще все запрещено. Что мы видим? Интересный подбор стран. Вот есть США, где криптовалюты имеют вообще статус такой, Верховный суд сказал, криптовалюта равно обычные денежные средства. Пользуйтесь, друзья. И с ним США соседствует Белоруссия, Канада, Австралия, Япония, конечно, в деле, где все и началось. Ну и в общем-то ЕС, но не весь. Мы относимся, вот видим, в желтой такой зоне, то есть мы относимся настороженно, но не преследуем граждан за то, что они используют криптовалюту. Аня, очень слабо представлена Африка. Это потому, что там проблемы с электричеством? Ну на самом деле нет. Есть такой интересный парадокс. Вот в богатых странах крипту используют для накопления, как такая интересная штука, вот как Ренат уже нам говорил, да, поиграться. А вот в бедных странах ей правда криптовалюта это и рассчитывают, и поэтому она, в общем-то, там хорошо представлена. Вот такие дела. Спасибо, Аня. Очень интересная подборка. Ренат, ну вот у меня сразу возник вопрос, продолжая тему закона. Закон, понятно, ну, запрещает производить вот эту валюту, вернее, разрешает производить, запрещает пользоваться. Ну а как быть с налогами? Боятся ли производители этой валюты налоговиков? Налоги, если мы говорим о, скажем, перепродаже криптовалюты, то налог стандартный. То есть да, нельзя использовать как средство платежа, покупать товары, услуги, но можно использовать как инвестиционное накопление. То есть купить этот инструмент, потом через полгода или год продать. У вас возникает доход, вы с этого дохода платите стандартный налог. Но предполагается, что будут внесены изменения в налоговый кодекс, который именно адаптирует налоговое законодательство именно под криптовалюты. Но пока этого не произошло, то есть это считается обычным имуществом и обычный стандартный режим налогообложения в виде 13% для физических лиц. Антон, а вы же сами майнили. Расскажите вот о вашей практике. Вообще производители биткоинов боятся налоговиков или все-таки их больше тревожит проверки со стороны энергетиков? Ну, грубо сказать, что майнил. Как сказал, мы с партнерами инвестировали. Там одна часть была под майнингские услуги. То есть я разбираюсь, что такое майнеры, что такое фермы. Лично я сам это не собирал у себя, нигде не запускал. Я просчитывал модель бизнеса. Она на тот момент мне казалась прибыльной. Мы в нее инвестировали. Просчитывались и энергозатраты и прочее. Боялись ли партнеры и те люди, в которых я инвестировал, на тот момент налоговиков? В тот момент никто не озадачивался этим вопросом, потому что это было самое начало, самый, так скажем, расцвет криптовалют. Просто не знали, как это регулировать. Все криптовалюты были официально на европейских биржах. Я просто посредническое участие принимал. Но сейчас уже нет необходимости, например, быть тем же самым майнером, иметь ферму дома. Как я рассказывал, рынки постоянно видоизменяются и подстраиваются под текущую финансовую ситуацию. Сейчас на рынок вышло огромное количество компаний, которые производят майнеры. Если я вам задам вопрос, кто зарабатывает во время золотой лихорадки? Кто больше всего зарабатывает? Интересный вопрос. Я думаю, что кто держит гостиницу? Нет, зарабатывают те, кто продают лопаты. Майнеры, фермы, как угодно, это все лопаты. Те, кто покупают, запускают, пытаются добывать золото с помощью этих инструментов, некоторым удается, некоторым нет. Те, кто это продает, они зарабатывают. Я покупаю акции, производящие майнинговое оборудование компаний и зарабатываю на этом. А с электричеством-то как? Правда ли, что майнеры едят много электричества? Они едят. Им не выгодно располагаться там, где дорогая электроэнергия? Естественно. Они всячески, насколько я слышал, пытаются найти любые лазейки, чтобы обеспечить себе околобесплатное электричество. На самом деле, самые выгодные страны для майнинга – это страны, например, той же самой Африки, потому что есть солнечные батареи, есть бесплатное естественное электричество. Если вдруг перебои – все? Крах бизнесу? Настолько не анализировал именно процесс бизнеса, как майнинг в целом. Светлана, у вас были клиенты, которые после вложения в криптовалюту обанкротились? И готовы ли вы сейчас работать с такими клиентами, если вдруг их станет больше? – Клиенты такие были. Были клиенты, когда приходили после пика, они покупали на самом там по 20 тысяч долларов, когда оно стоило биткоин. Потом, мало того, они закладывали свои имущества, они закладывали земли, кто-то продавал. Да, то есть я, в отличие от коллег, работаю с разными клиентами. У нас есть инвестора и люди, которые уже, к сожалению, влетели, так скажем, в мошеннические схемы. Кто-то покупал очень дорого, используя кредитные деньги, кто-то, к сожалению, покупал не через… думал, что через кошельки, но отдавал абсолютно левым посредникам. И, кстати, вот буквально недавно Центральный банк опубликовал статистику по мошенникам, и каждое количество мошеннических схем, которое было прикрыто Центральным банком и другими правоохранительными органами, каждая шестая в прошлом году – это как раз схема по криптовалютам. Поэтому ситуации такие были. Кто-то закладывал свой бизнес, кто-то еще что-то. Почему? Потому что у нас нет культуры вообще, в принципе, еще в России, инвестирования в целом. Это я сейчас вообще не говорю про криптовалюты. И, к сожалению, такие были случаи. Вот мы об этом еще поговорим чуть позже, а у вас лично есть криптовалюта? Сейчас нет. Но вы планируете вложиться? Посмотрим. Ну, смотрите, даже те клиенты, которые прогорели, которые взяли по 20 тысяч долларов, тогда оказалось это дорого, потом он упал, но сейчас-то 41 тысяча долларов. Смотрите, здесь идет психология инвестора. Вы думаете, что когда вот она купила, они купили по 20, потом она упала, например, ну, сейчас, грубо говоря, до 5 тысяч. И ладно, пусть лежит. Нет. Кто-то так умирает? Это начинается бардак. Кто-то не продает. Кто-то опять до 20, в 20 думает, ну, сейчас все продам, она опять вниз, и там начинается просто нервотрепка, в итоге все равно с минусом продает. То есть, и когда говорят, что там на дне кто-то выкупает те же самые криптовалюты, да ничего подобного. На дне никто не выкупает. Ну, и самое главное, плюс нужно понимать, что криптовалюта создана человеком. То есть, она, во-первых, ничем не обеспечена. То есть, если брать, правильно, Ренат говорит, если брать акции, ценные бумаги, другие, они обеспечены. Поэтому здесь... А знаете, что самое интересное? До сих пор неизвестно, каким именно человеком она была создана. Совершенно верно. Где этот японец? Я думаю, что это не японец, и я думаю, что другие корни абсолютно. Да, но есть версия, что это группа программистов, которые себя скрывают, но об этом еще поговорим. В России импортировали крупнейшую партию оборудования для майнинга стоимостью больше 4 миллиардов рублей. Такие сделки, отмечают эксперты, помогут России сохранить третье место в мире по майнингу. А мы решили узнать, в нашем регионе есть ли те, кто занимается этим прибыльным делом. На вопросы ответит Кирилл Артемьев, аспирант, специалист по цифровым финансам. Кирилл, добрый вечер. Вы хорошо знакомы с рынком. Расскажите, кто занимается майнингом в Тюменской области? Кто эти люди? Ну, в Тюменской области сложно сказать, потому что майнинг это такая вещь довольно анонимная. И, наверное, это работник энергосетей виднее, кто занимается майнингом в Тюменской области. В общем-то, майнинг доступен всем. Поэтому его корень, так скажем, корень технологии в том, чтобы им могли заниматься все, кто только захочет. В двух словах, чтобы нам было понятно, что такое фермы и есть ли фермы у нас в Тюменской области? Ну, майнинг-ферма – это, в общем-то, просто одна и более единица оборудования. То есть ферма – это такое более частное предприятие, когда мы говорим о каком-то физическом лице, который самостоятельно хочет заниматься добычей криптовалюты, но это лицо выкупает себе оборудование, размещает его, подключает его к пулу майнинговому и занимается добычей. И это можно назвать фермой. И как происходит процесс добычи? Мы в общих чертах понимаем, но хотелось бы подробнее. Блокчейн биткоина, к примеру, он функционирует благодаря определенным алгоритмам. В случае с биткоином этот алгоритм называется подтверждение работы, proof of work вообще-то. Подтверждение работы – это, по сути, проверка всех операций, самой первой до самой последней, чтобы подтвердить, что у какого-то клиента, какого-то конкретно пользователя сети, есть конкретные биткоины. Вот человек эту работу выполнить не может, и выполняют майеры, вот эти вот машинки, оборудование. И оно от сети получает вознаграждение в соразмерной мощности оборудования. Я бы не сказал, что нужны какие-то особые сверхусловия для того, чтобы добыча продолжалась, но, скажем так, неподходящие условия могут сказаться просто на скорости выхода из строя оборудования. И в идеале, если мы не говорим пока что про цену розетки, про цену света, то в идеале нам нужно 24-26 градусов температура, помещение, защищённое от пыли, желательно шумоизолированное и желательно с выведением тепла. Потому что AsicMiner производит тепла примерно столько же, сколько потребляет света, и он довольно громко шумит, как строительный фен, что-то вроде того. И это может быть просто неудобно. Мне кажется, что вот такой вот подвальный майнинг, который у себя на балконе, или у себя под столом, или в офисе, он уже подошёл к концу, и сейчас можно попытаться разве что какие-то копейки подобывать, если мы не платим за электроэнергию. А к вопросу электроэнергии это, по сути, самый главный вопрос. Электроэнергия ниже 2 рублей за киловатт – это электроэнергия, с которой можно добывать практически на любом оборудовании. Но средняя цена, скажем, по отелям в мире, по отелям в России – это 3,2-3,7 рубля за киловатт примерно. Вот такие цены. При этих ценах актуальное оборудование добывает в плюс, скажем так. Чтобы хорошо зарабатывать, сколько должно быть ферм? В Тюмени на этом реально заработать? В Тюмени на этом реально заработать… Ну, я как таковых прямо отелей не знаю в Тюмени, которые бы свои услуги прям хостинга предлагали. Заработать, конечно, реально, и больше того, всем стоит попробовать на этом заработать, потому что чем больше участников сети, тем сеть стабильнее, тем она распределённее, и каждый человек, который занимается добычей биткоина, он, по сути, вносит небольшой вклад в то, что эту сеть будет невозможна… В дальнейшем её невозможно будет взломать, как-то на неё повлиять и так далее. Сколько обойдётся оборудования и сколько нужно вложить, чтобы получить прибыли? Есть ли вообще смысл вкладываться? Слушайте, ну, это тоже вопрос непростой. Если в двух словах, то сейчас есть замечательные сервисы, которые там, вот, к примеру, есть топ-10 сервисов США, среди них есть и российские сервисы, и есть сервисы, которые были основаны даже в Тюмени, один есть, но он там в дальнейшем переехал, можно, по сути, начиная от одной сотой доли оборудования, оборудование не дешёвое просто, сейчас самый дорогостоящий асик в районе миллиона 700 тысяч рублей, типа миллион 700 вот за одну машинку, и понятно, что не у всех есть миллион 700, вы не доположь. Вот вплоть до одной сотой, допустим, некоторые сервисы предлагают приобрести просто оборудование в аренду, им пользоваться, оно там где-то стоит, добывают на отеле, а вы просто забираете свои биткоины. То есть сейчас это может сделать любой желающий. Спасибо большое. На самом деле очень многое стало понятно. Краткий курс по биткоину для вечернего хэштега прочитал Кирилл Артемьев, аспирант, специалист по цифровым финансовым правам. Ну, надо сказать, несмотря на разные отношения к криптовалюте, вряд ли кто-то бы от нее сейчас отказался. Вот и американский программист Стефан Томас тоже. Ну, тем более, что у него биткоины-то есть, да еще на круглую сумму на счету у парня сегодня 240 миллионов долларов. Но не все так гладко. Проблема в том, что он потерял пароль от флешки, где хранятся ключи от доступа к этим биткоинам, к этим миллионам. Вот его история. Беда пришла, откуда не ждали. Программист из Сан-Франциско забыл пароль от кошелька с биткоинами на 240 миллионов долларов. Все случилось внезапно. Стефан Томас поместил ключи к кошельку на защищенный диск, а пароль от него записал на листке бумаги и потерял. У мужчины есть всего 10 попыток входа. После этого диск перезаписывает данные. И информация становится недоступной навсегда. К настоящему моменту Томас ввел уже 8 вариантов паролей. Все они оказались неверными. 240 миллионов долларов, точнее 7 тысяч 2 биткоина, программисту подарил один из его фанатов после выпуска видео о криптовалюте. Это было в 2011 году. Тогда за каждый биткоин давали по 2 доллара. Желаем Стефану терпения и все-таки вспомнить пароль от кошелька, который перевернет его жизнь. Ужасно обидно. Я думаю, весь мир сейчас сочувствует этому парню. Да, Антон, скажите, на самом деле есть такая проблема. Неужели программисты также хранят пароли на листочке? И, в общем-то, проблема Томаса, но она касается многих. На самом деле у криптовалют есть два вида хранения. Хранение на бирже, множество бирж существует, так и хранение, так скажем, на холодном кошельке. Вот у Томаса был холодный кошелек в виде флешки, который зашифрован, индивидуальный кошелек на биткоин. Он, соответственно, потеряв доступ либо к кошельку, либо к самой флешке, и он лишался полностью всего своего имущества, так скажем. Но придерживаясь общих правил инвестирования и возможности в любое время купить или продать какой-то актив, целесообразнее, конечно, делать это на биржах. На проверенных биржах, сертифицированных, на которые можно без проблем завести деньги, вывести. С этим тоже большая проблема у криптовалют, потому что не всегда можно завести с банковского счета и на банковский счет вывести. Поэтому это один из факторов, почему я минимизирую сейчас этот актив в своем инвестиционном портфеле. Мне нужна полная прозрачность и полный контроль за деньгами. Среди моих знакомых нет случаев, когда кто-то терял пароли от флешек, и в большинстве случаев уже каждый год появляется условный Томас. А вот правда ли, что это масштабная проблема, и таких людей очень много в мире? Мне кажется, это просто в формате красивой истории, каждая финансовая история, взлета криптовалют, либо каких-то других активов, она должна освещаться в медиаполе. И как ее красиво осветить, рассказать о парне, который забыл пароль на сотни миллионов долларов. В прошлом году была тоже очень красивая история, когда парень заказал пиццу себе за 10 тысяч биткоинов. В позапрошлом еще была красивая история, когда выкинули жесткий диск, и человек искал на свалке жесткий диск. Поэтому это не больше, чем инфоповод. Поэтому я спокойно к этому отношусь. То есть не больше, чем пиар, да? Не больше, чем пиар. А Светлана, вы как считаете, вообще, учитывая наш российский менталитет, мы готовы к тому, чтобы покупать криптовалюту? Мы ведь еще так до сих пор не озвыкли от налички, а тут вообще речь идет о виртуальной валюте. Мы будем готовы тогда, когда будет все-таки прозрачность. То есть, смотрите, мы поэтапно переходили к пластиковым картам, потом появились кошельки, да, мы тоже потихоньку переходим к ним. Сейчас говорят о цифровом рубле. Ну, то есть давайте будем объективны, бабушка 70 лет, цифровой рубль. Следующий этап – это криптовалюта, да? То есть, как бы, это следующий этап. Но здесь нужно, конечно, государству, именно правительству это сделать максимально прозрачным, потому что криптовалюта – это еще и рассадник определенных обналичек, черных, всевозможных схем, переводов. То есть, когда вы перевели, и неизвестно в каком направлении, то есть, когда пошел ажиотаж с криптовалютой, когда, естественно, приходили клиенты в офисе, скажи, что и как, что я сделала. Я сама взяла, по-моему, 30-40 тысяч рублей, перевела, купила, то есть прошла все пути и посчитала комиссию, которую я заплатила. Это, естественно, несоизмеримая, это высокая комиссия по сравнению даже с покупкой валюты, там, не знаю, доллара, например. И я представила, насколько вот сейчас сидит человек, который не в курсе вообще, как инвестировать, как покупать, как пополнять брокерский счет. И я прекрасно понимаю, что это рассадник для мошенников. Очень мощный. Поэтому все придет, все поэтапно, более молодое поколение, естественно, им намного проще сделать кошелек, привезти. А все-таки поколению, кому за 30-40, нужно предупредить бабушек и дедушек, своих родителей, того, что все-таки быть максимально аккуратным. Ринат, вы как считаете, есть ли будущее за криптовалютой, хотя бы отдаленное? Ну, я считаю, что безусловно. Вот недавно платежные системы Visa и MasterCard объявили о том, что они вводят в ассортимент своих платежей криптовалюту. Но не всякую криптовалюту, а так называемые стейблкоины. То есть это та криптовалюта, которая привязана к активам каким-то. То есть биткоин не привязан к активам. А есть такие криптовалюты, которые, например, какие-то фонды могут выпускать свои паи в виде криптовалюты, а фонд обладает палладием, например. То есть так Норильский никель сделал. Да, окей, так можно сделать. Поэтому жизнь развивается, и это удобно. Единственное, что, конечно, общемировая валюта, она, конечно, должна быть к чему-то привязана, к какой-то монетарной политике. Но, тем не менее, интеграция происходит. Вот сейчас очень усиленная информационная интеграция произошла, и будет на уровне государства тоже происходить. И будет наверняка какая-то едина валюта. Тем более, что мы это уже прошли с Европой, когда была создана валюта договоренности. То есть евро ее уже не было. И люди договорились, несколько стран появилась валюта, и все. Сейчас мы используем ее. Можно аналогию провести с долларом. Доллар ведь тоже мало чем закреплен. Там же все в один момент может рухнуть. Мы же знаем, что там госдолг невероятный какой-то. Ну, это если вы первый канал смотрите, то, конечно. Ну, не только первый. Ну, второй. То есть вы считаете, что это все профанация, и на самом деле доллар основной? Ну, конечно, это же все, это все, вот как Антон говорит, каждый год возвращается, и возвращается эта история, да. То есть доллар – это очень крепкая валюта. Но я говорю про евро, как о той валюте, когда несколько стран договорились о том, что создать одну единую валюту, но, тем не менее, она же привязана к монетарной политике каждого государства. Это налоги, это социальные всякие выплаты, пенсии и так далее. Поэтому наверняка будет какая-то мировая валюта, но мы не знаем, будет ли это биткоин или нет, потому что стоит ли биткоин вкладывать или нет. Ну, ведь не все смогут договориться. ЕС все понятно. Они вместе, рядом, даже расположены территориально. Сможем ли мы так договориться? Или это будет, ну, вот, то есть, там, Южная Америка, Северная Америка, да, может быть, там, Европа, Россия, а остальные страны будут нам завидовать, что называется. Может быть, будут зоны определенные мировые, может быть. Но Европа договорилась, и тоже было это сделать нелегко. Германия во время Второй мировой войны там дел наделала в Европе, а, тем не менее, сейчас это центр экономический европейский. Поэтому им получилось это сделать, и в целом, я думаю, что получится. Про курсы еще поговорим, я думаю, сейчас ненадолго прервемся. Не переключайтесь. Во второй части программы узнаем, можно ли стать успешным инвестором, имея в качестве первоначального капитала всего лишь 10 тысяч рублей.